Переоральный дерматит Переоральный дерматит Переоральный дерматит считается хроническим заболеванием кожных покровов воспалительной природы, область поражения зоны вокруг рта, иногда щуки и нижняя века. Чаще всего переоральный дерматит возникает у женщин репродуктивного возраста. Внешне проявление заболевания выглядит как мелкая красноватая сыпь на больных участках, сливающаяся в большие пятна. Причины возникновения Точные причины, по которым на лице происходит высыпание переорального дерматита, так и не выявлены. Дополнительными причинами, способствующими появлению переорального дерматита, являются заболевания желудка и кишечника. Хронические инфекционные болезни Нарушение работы вегетососудистой системы Заболевания эндокринного характера Сбои в гормональной системе организма Резкая смена климата Избыточное воздействие ультрафиолета Снижение иммунитета Использование фторсодержащих зубных паст Доказано, что такие компоненты косметики или моющих средств, как лаурилсульфат натрия, парафин, вазелин и запропилмеристат, могут провоцировать дальнейшее развитие заболевания и ухудшение его течения. Симптомы Признаками является то, что некоторые образования могут иметь головки, наполненные жидкостью, и после их прорывания становятся гнойниками. Если сравнить данное заболевание с герпесом, то в случае перорального дерматита область, прилегающая к губам и сами губы воспалением не поражаются. Виды заболевания При первых симптомах заболевания следует обратиться к врачу Прогноз при правильном и своевременном лечении заболевания благоприятный. Курс терапии может составлять от двух недель до нескольких месяцев. Поскольку зачастую при понижении иммунитета, смене климата или применении косметических средств возникают рецидивы, заболевание требует постоянного поддерживающего лечения и профилактических мер. Терапия перорального дерматита должна проводиться в два этапа. Первый этап лечения называют нулевой терапией. Основой его является полный отказ от кортикостероидных препаратов, мази и кремов. Также рекомендуется прекращение использования зубной пасты с фтором и любой косметики. Также необходимо применять гипоаллергенные средства для умывания. Второй этап лечения заключается в терапии следующими средствами – антигистаминные препараты. При выраженной отечности необходим прием мочегонных средств. Хороший эффект наблюдается при назначении пациентам седативных препаратов. Доказано, что быстрые положительные результаты в лечении перорального дерматита приносят антибиотики. Обязателен прием пациентам витаминов, никотиновой кислоты. Если область локализации перорального дерматита распространилась навеки, необходима консультация офтальмолога с назначением антибактериальных глазных препаратов, а также инъекции рибофлавина. Уход за кожей в местах поражения пероральным дерматитом может включать применение специальных пудр и увлажняющих кремов, рекомендованных врачом. Местное лечение включает использование примочек из раствора 1% борной кислоты. Осложнения, дискомфорт и эстетические проблемы, доставляемые заболеванием, могут вызывать психологические проблемы, неврозы и депрессивные состояния человека. Поскольку пероральный дерматит является хроническим заболеванием, рецидивы могут проявляться с все более сильными высыпаниями и неприятными ощущениями. На лице при неправильном лечении часто остаются пигментные пятна, рубцы от прыщей, кожа на участках, пораженных дерматитом, остается сухой, заметно своей бледностью и стянутостью. Профилактика. К мерам профилактики, прежде всего, относится запрет на использование кортикостероидных мазей и кремов. Также необходимо соблюдать правила личной гигиены, не злоупотреблять фторсодержащими зубными пастами и моющими и косметическими средствами с содержанием аллергических компонентов. Обязательным условием для снижения риска рецидивов перорального дерматита является соблюдение диетической системы питания с ограничением вредных продуктов острых, соленых блюд и алкоголя. Продолжение следует...